Часть нашего вечера. Поступление артиста, который долгие годы дружил и дружит с семьей Евгения Мартынова. Он неоднократно принимал участие в вечерах памяти Евгения Мартынова. И попросили даже сказать, что он с той самой земли, тоже оттуда родом, где родился Евгений Мартынов. Встречайте, друзья, народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Добрый вечер. Я вам очень благодарен за то, что вы пришли на встречу с Евгением Мартыновым. Для меня он не просто композитор, он рос на моих глазах. Мы, мы, я говорю о себе и о Жене, родились в Донбассе. Он родился в Артемовске, я в Часовяре. Расстояние между нашими городами 12 километров. И вот как-то, когда проводили праздник на стадионе, к нам в артистическую с Юрой Гуляевым, в Кобзонске, вошел красивый молодой парнишка с ямочкой на подбородке. И так робко, постоянно сказал, а мы такие варьяжные, сидим, отдыхаем, курим. Вдруг он, значит, говорит, можно я вам спою. Ну, мы посмеялись, думаем, ну, какой-то не очень нормальный. Ну-ну-ну, ну давай пой. И он начал петь. А мы перестали шутить. Я говорю, знаешь что, приезжай, пожалуйста, в Москву. Я тебя покажу на радио. И, возможно, у тебя что-то получится. Он приехал в Москву и окунулся сразу в такую бурную творческую деятельность. На него сразу обратили внимание композиторы, поэты. И появились те шлягеры, которые вы знаете. Те песни, которые пела вся страна. Все исполнители. Его исполнителями стало Софи Китару, Карл Готт. Кто только не пел песни Женя Мартынова. И ваш покорный слуга тоже. Знаете, потом он подружился с Георгием Мавсисяном. Это такая была неразлучная пара друзей. Они ездили, их на них обратил внимание комсомол. Они ездили на все фестивали молодежные. На все Олимпийские игры, чемпионаты мира. Ну, их, так сказать, захватила жизнь полностью. И они были очень востребованы. Сегодня вот то, что удалось вас пригласить в зал и собрать, я считаю, это тоже гражданским подвигом. Молодец Иван, который сделал все, чтобы вы сегодня пришли. Потому что, к сожалению, к огромному, вот я жил в период, как я его называю, ренессанса, когда писали композиторы Соловьев Седой, Блантер, Фрадкин, Френкель, Бабаджанян и другие. Не на слова, как сейчас говорят, а на стихи. На стихи Ошалина, Матусовского, Долматовского, Рождественского. Евтушин – это была классика песенная. И в том числе Мартынов, который написал очень много песен на стихе Андрея Дементьева. Вы их помните и знаете. И очень жаль, что он так рано и так трагически покинул нас. Я вспоминаю, просто можно было сойти с ума. А то, что, говорю, ну сумасшедший, как Женя умер? Да он скончался. И вот, кстати, обнаружила соседка в подъезде. Он шел к мастеру, который должен был отремонтировать его автомобиль. Не заводился автомобиль, он пошел в соседний дом к какому-то мастеру. И в подъезде упал. Но все подумали, что, наверное, это не трезвый человек упал. И не обращали внимания долго. Пока одна соседка, которая, естественно, его узнала внешне, не вызвала скорую помощь, но она уже не могла его спасти. И так вот Женя в таком возрасте ушел от нас. Очень жаль, он бы еще очень много написал песен. Красивый, молодой. Потом, знаете, как я на них повлиял, и на Женю, я на них очень серьезно влиял. Не сказал, что вы дурака валяете. Вы популярные по тому времени, богатые, потому что у них авторские, от популярных песен шли. Их долго не принимали в Союз, но потом приняли в Союз композиторов. Ну, с женами у них что-то не ладилось, и с детьми. Я говорю, возьмите себе детей из детского дома. У меня уже было сын и дочь, двое детей было. И они взяли. Женя взял сына. А Жора взял дочь. И стали воспитывать. Или жена Жени Мартынову увезла сына. Она вышла замуж после его смерти и увезла сына. И так вот, если бы не Юра Мартынов, брат его родной, и не мог, к сожалению, так сказать, вот, недавно ушедшая мама, то наверняка и забыли бы и о нем, как забыли о Френкеле, о Бабаджаняне, о других забыли о нем. А сегодня вы здесь. Вы живая память творчества Евгения Мартынова. Я низко вам кланю. Спасибо. Радость или грусть нас ждут потом, Но всему началу очень дом. Там, у колбели, Матери нам пели Песни любви. Вновь сейчас во мне звучит она, Ждет меня наш домик, три окна. Близко и далеко, свет родинок Бога, Вечно неповернен для меня. Как живешь, тотчий дом, Светлой грустью было. Я у дома, у крыльцов, Одного встречи жду. И вновь сейчас во мне звучит он. Здравствуй, милый отчий дом, Дом за нас спокоен, Где б я ни был, Ты всегда, всегда со мною я, Согрет твоим теплом. Сколько бы на свете Мне не жить, Век его доверие Дорожит. Но уж так ведется, Юность расстается С домом одным. Годы, словно дни, Над ним летят, Я ловлю душой Отцовский взгляд. Мама дни ночи Ждет желанной почты, Помните об этом, Снамьян. Как живешь, Что отчий дом, Светлой грустью было. Я у дома, у крыльца, Одного встречи жду, И вновь пою. Здравствуй, мир и отчий дом, О, за нас спокоен, Где б я ни был, Ты всегда, Всегда со мной я, Согрет твоим теплом. Светлой грустью было. Я у дома, у крыльца, Одного встречи жду, И вновь пою. Здравствуй, мир и отчий дом, Будь за нас спокоен, Где б я ни был, Ты всегда, Всегда со мной я, Согрет твоим теплом. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.